В 1983 году в Северодвинске была спущена на воду новая атомная подводная лодка, ей дали название Комсомолец. На ней и начал свою службу Виктор Слюсаренко. Было почетно служить на этой подводной лодке. Она могла погружаться на глубину более одного километра и вести боевые действия больше 90 суток. На лодке была установлена новая техника и вооружение. И мы все это испытывали. Предназначение подводной лодки Комсомолец, на случай войны, ведение боевых действий, уничтожение противника. Ее сравнивали с самолетом, истребителем. О ее непотопляемости складывались легенды. Виктор, у экипажа даже такая шутка была, чтобы нашу лодку утопить, это надо уметь. 28 февраля 1989 года, лодка вышла в очередной учебно-боевой рейд. Отправляясь в поход, экипаж был полон энтузиазма. Виктор с нетерпением ждал встречи с молодой женой Ольгой, мечтая об отпуске, который они проведут вместе. Внезапно на лодке начался пожар. Прозвучал сигнал боевой тревоги и Виктор бросился на свой пост. Пожар был очень сильный, больше тысячи градусов. Титановые переборки раскалились, дотронуться до них было абсолютно невозможно. Стоял такой сплошной дым, что было не видно протянутой руки. Дым был очень насыщен угарным газом. Одна доза, это уже смертельно для человека. А тогда было восемь предельных доз. Из семи отсеков горели все, кроме первого, где находились торпеды, 22 обычных торпеды и два ядерных ракеты торпеды. Мы верили в то, что как бы не развивались события, лодка останется на плаву. Мы ждали помощь, капитан дал команду личному составу эвакуироваться. Виктор должен был передать приказ командира тем, кто его еще не слышал. Поэтому он покидал лодку одним из последних. Сил у меня уже не было. И я услышал голос командира, говорившего, чтобы мне помогли. Меня схватили за руки и занесли внутрь капсулы. И когда я огляделся, то увидел, что помимо меня еще находились четыре человека, во главе с командиром подводной лодки. Нижний люк за мной сразу же закрыли. В этот же миг за стенами спасательной капсулы раздались взрывы, и послышался скрежет металла. Лодка, находившаяся в тот момент не глубине 1600 метров, не выдержала давления и начала ломаться. И мы понимали, что сейчас пошел отсчет буквально на секунды. И я помню, что у меня была такая мысль, которой я себя утешал, что если я сейчас погибну, то долго мучиться не буду. С каждой секундой надежда все больше угасала, и нарастало чувство обреченности. Внутри лодки раздался очень сильный взрыв. И у меня возникла мысль, что все нас раздавило. Капсула отсоединилась и стала подниматься на поверхность, но вовнутрь все же успел просочиться угарный газ. Его никто не ощущал, но два человека уже были без сознания. И вот в этой наступившей тишине звучит голос, всем включится выда. И да, это изолирующий дыхательный аппарат. Тысячи раз, анализируя эту ситуацию, кто не находился в капсуле. А она была двухъярусной. Нас на нижнем ярусе было три человека. И я пришел к выводу, что этот голос не принадлежал ни одному человеку, который был в нашей капсуле. Для меня это тогда было загадкой. Виктор сразу же выполнил команду. Мы неслись к поверхности с невероятной скоростью, в сотне метров мы проскакивали буквально за десятки секунд. Камера отсчитывает десятки метров, стрелка падает на ноль и в этот момент раздается хлопок. Давлением воздуха Люк был сорван, он увлек за собой Виктора и с силой вытолкнул его на поверхность воды. Из тех, кто находился в капсуле, в живых остался только Виктор. Но его ждала новая опасность, находясь в ледяной воде, которая буквально за 15 минут убивает своим холодом, не зная в какой стороне берег, Виктор просто начал плыть. Только через 40 минут его подобрал корабль, шедший ему навстречу. Из 22 и 2 мечманов, в живых осталось 9. Из 30 офицеров, в живых осталось меньше половины. Из 15 матросов, в живых осталось только трое. Снова и снова возвращаясь к тем страшным событиям, Виктор по-другому посмотрел на случившееся. Это все было допущено Богом для того, чтобы поменять сознание от неверия в другое русло. В поисках ответов на свои вопросы, Виктор стал читать Библию и посещать церковь. Само покаяние произошло только тогда, когда я начал читать Библию. Я понял, что я грешный человек и что я действительно нуждаюсь в Иисусе Христе. Для меня стали понятны все эти события, которые произошли на лодке. Что это не была цепь не связанных с собой событий. Это не было совпадением. И вот спустя годы, став верующим, я уверен, что этот голос принадлежал Господу Богу. Это он дал эту команду. Виктор не искал Бога сам и даже не молился ему. Но Бог хотел спасти Виктора. Благодаря этой ситуации, покаялась вся его семья, любимая жена Ольга и двое сыновей. Они счастливы, потому что Бог вернул им мужа, и дал папу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok